Так, продолжаем лазурный простор. Мы сделали все госты в Скаре и теперь хотим отправиться к падающим водопадам. Три водопада нам обещали сразу, что у нас будет. Давайте на них посмотрим. Так, неточку уберу уже. Мы сюда добрались. И здесь у нас снова мрачность. Я не хочу мрачность на самом деле. Возможно это потому, что здесь сейчас глица, дальше их может не будет. Потому что по мрачному лесу особо ходить не хочется. Что у нас тут ежики бегают? Ты кто? А, все, понял. Сложно обозвать эту штуку, но, да, уже видели. О, здесь места нет. Ну, а, стоп, там квест был. Стоять. Эм, это химик. Нет, не химик. Это другая полоска. И другой двор. Абрана широкоборов. Как настроение? А где же лух? А, ты луха нигде не видела? Помощник мой. Скал, что хочет минутку прогуляться, а прошел уже час. Я ему говорила далеко не отходить. Мол, вокруг опасно, а он уперся, как баран. Я даже и не сержусь. Вокруг такая красота, ему всегда нравилось любоваться цветами. Поможешь его разыскать? Нас с повозкой у берега трех водопадов уже заждались. Ну, пока. Так, найти двор, я так понимаю, с этой стороны. Пойдемте поищем. Где он там оказался? Ммм, конечно, на немногом пути, но, может быть, и дальше эти чуваки отправятся тоже к которым водопадам, и мы там встретимся. Так, я не найду. Нет, да, это что за крест? А, это где уже надо? За... О, нифига, это... А, нет, это обычный рогоплав. Сзади был на лягушку, похоже, не на жарку. Так, ну мне, я так понимаю, вверх, на самом деле, надо было двигаться, поэтому давайте перелетим. Рокон, ты летать будешь? Нет, спавлю, спавлю, пробел ему, пофиг. Так, ну нам еще выше, на самом деле. Или нет? А, нет, там пещера. Э, кто напал? Ну, лось. Ну, чего ты, блин, чего тебе надо? Напал. Ты мне не нужен. Мог спокойно гулять, есть траву, никто не пробит. Мне там было напасть и умереть. Ага, дети, схватил нашего чувака. Темношкурый снежный человек. Слышный человек. Пусти меня, здоровяк. Ай, смотри, куда бьешь. Он этим чуваком дерется? Ай, мой нос. Раздавить. Нет, я тебе не дубинка. А, чудище. А, клянусь бородой магния. Я уже думал, мне конец. Спасибо тебе, давай встретимся у повозки взрывотехника к северу отсюда. Так, спасли чала и возвращаемся уже сразу. Прям супер короткая цепочка, ну ладно. Может, дальше какой-нибудь развитие пойдет? Недалеко мы ушли, кстати. А, повозка есть. Привет, что нашла его. Теперь не будет забредать один куда ни попадя. А вот тебе небольшая награда за помощь. Всего хорошего. А, будешь знать, как убегать. Я просто искал кое-что, и тут меня как схватил за шею. А, небось, опять я цветы искал. А мы все противознаем. Ты знаешь о моей коллекции засушенных цветов? Я тоже их собираю. А ты думал, чем я занимаюсь свободно от подрывательства в Риме? Ну а теперь, как желает... Кто желает вздремнуть? Ты же сказал, что мы спешим. Кто тут из нас главный? Говорю, отдыхаем, значит отдыхаем. Так, какой-то странный квест. Мне кажется, он просто дальше будет развиваться. Мы их еще встретим, этих дворков. А... Так, мне надо наверх, но прямой дороги здесь нету. Ну это и объедем, ладно. Надо найти трех... А, три водопада, кстати, походу. Раз, два, три. Я правильно понял? Вот эти три водопада считаются. И вот это первый, и там с той стороны еще два. Ну, да, не поспоришь, три водопада. Дерево упавшее. О, это, кстати, знакомая повозка. Это драконь экспедиция. Веревка. Веревка это, чтобы задержаться, да, когда здесь проходит, чтобы тебе вода не унесло? Просто же так они ее тут повесили. Горные лягушки. Да, действительно горные. Да, похоже на драконь экспедицию. Берег трех водопадов. Так, куча народу. Полеточку давайте возьмем сначала. Это ты. Сдадим квест, который у нас здесь. Что он называется? В смысле я сложный скинул? Что-то скинуло, да. О, в Хардстон играете? Ну как, кто кого. Часы, классики-то бесцветные. Добро пожаловать на горный курорт и в таверну двери на Распашку. Меня зовут Уилла. Это моя таверна. Мой братец Валда тоже тут работает иногда. Падающая вода. Добро пожаловать на берег трех водопадов. Мы находимся довольно высоко, вокруг потоки воды. Так что смотри, не упади. Пока-пока. А завтрак под угрозой. Еще увидимся. Мой брат Валда должен был заказать новые припасы. А прошло уже неделя, но ничего не пришло. Меня это не удивляет. Этот ленивый олух, наверное, заснул где-нибудь. Теперь у нас кончается провизия. А на охоту времени нет. И нужно работать за себя и за Валда. А как двор вовзвали? Том, который предлагал поспать. По-моему, это они. Не могут никогда ехать. А сможешь этим заняться? Мясо ворквинов, долгоногов и полосатых зубронов и поддержит нашу кухню на плаву. Пока я заказываю припасы. Или это не они? Потому что я думаю, она сейчас к ним отхает. А снова. Так, еще один квест. Наверху холоднее. Хорошая хозяйка-то верная всегда угадывает, что нужно гостям. Но кто знал, что по ночам здесь бывает так холодно? Промашка... Промашка вышла. Гостям понадобится одеяло, толстые и теплые. А думаю, подойдут у медвежьи шкуры. В лесу на стоке отсюда водятся очень крупные медведи. Принеси мне их в шкуры. Я вдолгу не останусь. Ты ведь поможешь? Только подумай о бедных искателях приключений. Вдруг у них ноги замерзнут. А о медведях думать не надо. Еще увидимся! Вдруг у них семья там. Блин, тут Бандерен как бы сидит. Мы говорим об убийстве медведей. Ближетка не детально при рисовании. О, карты, кстати, торчат. Прикольно. А, таверна, да? По-моему, просто большая палатка. Я бы эту таверну и не назвал. Так, это тролль вот тут сидит. А зон Воги? Эй, Воги! А можно спросить? Я зон Воги, дитя. Зон Воги. Ладно, зоги. Хочешь поиграть со мной? Чего? Ты как додумался до зоги? А? Дитя, ты прикончишь меня быстрее, чем разложение. Тяфер. Тяфер. Темпераментный небесный комнат. Ага. Спит. А ты что скажешь? О, ты много чего скажешь. Приветствую, меня зовут Зон Воги. Я заботюсь о наших животных и вношу в каталог всех зверей, которых мы тут встречаем. А чтобы тебе не понадобилось в этой дыре, советую держаться подальше от гнолов на западе, а не не в себе от разложения. Спросить насчет оседланной лисы Виверны. Какие-то чокнутые гнолы вздумали разъезжать на ней верхом и принялись дрессировать. Летать им захотелось. Пришлось ее освободить, но у меня нет времени ей заниматься. Все на детеныши уходит. Что думаешь, справишься лучше, чем последний гнол, который пытался ее поседлать? Ну, удачи тебе. Она обожает гнолье лакомства. Так что, если не хочешь закончить свои дела в ее брюхе, запасись едой с какого-нибудь гнольево селения, которое еще не прогнило. Зачи сюда все, что эти звери готовят. Вот увидишь, она будет есть у тебя сруб. Запомни, по 20 порций каждого блюда. Это выхватит даже такой обжарик, как она. Это получение маунта. Потому что подобное уже, кстати, было в этом. А в равнинах Анары на получение ключа Ханир, этого маунта Кода, у меня, кстати, уже получен. Запись его пока что нет, но я его выложу. Когда побольше всего соберу. Всем там коллекции, здесь коллекции. Транспорт. А, вот эта штука. Вот, там были... Ну, там были дейли-квесты, поэтому я их отдельно все записывал. Эта штука там была на получение. Так. Как настроение? Здесь непонятно. То есть мы просто спросили, но как бы непонятно, к чему это все. Получение маунта, неполучение. Так, мне бы хотелось воскресить... А, понятно. Могучи Шокари. А, из всех зверей, что я здесь видел, летучая лиса Шокари была самая гордая. Да только она полакомилась гнолом шаману и заразилась гнилью. Я видел, как она пожирает одного из своих родитель-ченышей. Тут я и понял, что она сошла с ума. А, я забрал остальных детенышей с собой. Но Шокари напала на меня и чуть не растерзала насмерть. А, еле ноги унес. Шокари надо прикончить. А если дни разъезд ей мозги еще больше, она придет уже за нами. Роскошная лиса Виверна, которая была полноправной хозяйкой в этих лесах, заразилась гнилью. Града Тифер учит призвать отпускать этого спутника. Что это у нас? А, Тифер. Тифер. Городский, который у него тут в ногах сидит. Так, берем. Где это? Рядышком все, да? А у нас пока что все рядышком идет. А, еще один квест здесь. Чудес смотрит на стену какую-то. А, вы это слышали? Похоже на бур. Ничего не слышу. Тебе показалось. Нервы сдают. Не, мне интересно, что это? Из-за тебя мы опять угодим в неприятности. Ну все, это вольно. Мод Дурун. Это другой же двор, да? Это тоже на Эмблдвор, но его по-моему другому звали. Рудокоп Гордогор. Привет. А, Клетус Гордогор к вашим услугам. Дай-ка угадаю. Думаешь, что с такой фамилией я должен быть дворфом? Ничего страшного, я привык. Так-то я всегда хотел быть плотником. А потом узнал, что Рудокопы много путешествуют. Да, это порой опасно, но зато я свободен, как птица в полете. А всякие подземные ужасы меня не пугают. Рудокоп Белое Солнце. Всего хорошего. Я Лешелер Белое Солнце. Рад знакомству. А ты по моей одежде не скажешь, что во мне течет благородная кровь. Несчастье, плеть я разорила, а мое родовое гнездо было на свете. Богатейшая история моей семьи была уничтожена всего за одну ночь. С другой стороны, за такую собственную собственность приходилось платить чудовищный налог. К тому же, теперь я постоянно в пути. Вижу новые лица, учусь новому. Однажды я открою школу, куда смогут ходить абсолютно все. Селительница Далак. Я Калисто Далак. И если бы не я, эти парни давно бы все лежали в земле. Вспомни только ту древнюю канализацию, которую мы отыскали однажды. Они хотели нырнуть туда с головой. Не теряйте действительности. Когда у нас с ребятами был перерыв, нам захотелось пропустить пару кружечек. И мы заявились в таверну. И что ты думаешь? У них совсем нет выпивки. Что это за таверна такая? Таверна, где заправляют крепкие петли. Вот что. Но ничего, мы и без них справимся. В лесу Квостока отсюда растут цветы и травы. Самое то для душистой медовухи. Не хочешь помочь и подсобирать цветочки? Мы за наградой не постоим. Ну, я же не могу дружать, но ладно. Я думаю, они в стену будут взорвать. Они, блин, за цветочками меня отправили. Соберите фрукты, ягоды и травы. Понимаю. Вроде тут больше ничего нету интересного, да? А, вот еще какой-то чел. Археолог. О, археолог. Слава Астин и Дорай. Мне обещали обычную экспедицию, а в результате что? Вода для питья не годится. В таверне нет припасов, а археологам слышатся какие-то странные звуки. Просто что... Прости, что гружу своими проблемами. Работы так много. Выше голову. Археологию мне не научишь, нет? Не то. Мен... Мен... Инспектор. Как дела? Я мединспектор. Моя задача следить, чтобы никто в экспедиции не отравился едой или напитками. Работа не из легких. А так еще моя дочь Амелия не слушается. И не она? Нет, не она. Вообще он человек, это... Бладель. Все, что они... Имеют родственные связи. Работа не из легких. Так, а... Прошлой ночью она выбралась из лагеря и отправилась искать гнолов. Зовела, что ей так вилела кукла. А мать малышки погибла два года назад. Думаю, так Амелия справляется с потерей. Я спросил Занвоки присмотреть за ней, раз уж все равно сидит в лагере со своей раной. У Занвоки есть выводок небесных лисят. Надеюсь, они займут Амелию, и она не вяжется в новые неприятности. Счастливого пути! Это она? Да, Амелия Рид. Мы с ней, кстати, не поговорили. А у вашего корабля ватерлиния скрипит. А, привет, я Амелия. А тебя как зовут? А тебе попадался мой друг Вогги. У него большая царапина. Он приглядывает за мной, чтобы я не наделала глупостей. Ой, погоди-ка. Папа не велел мне разговаривать с незнакомцами. Монарх это моя кукла. Сказал, что мы должны уйти из лагеря. Он хотел посмотреть на собачек. Они такие страшные. Одна из них очень большая. Вот такая. Я потеряла монарха, когда мы прыгнули в кусты. Но папа сказал, что достанет мне новую куклу. Папа сильно рассередился, что я пошла к собачкам, и сказал, что я наказана. Буду сидеть в лагере два года. И нули, пока мы не отправляемся в другую экспедицию. А, так. Мне вот интересно, то, что она говорит. А-а-а. Я потерял монарх, когда мы прыгнули в кусты. А мы можем найти этого самого монарха? Попутного ветра. Попутного ветра. Может, реально его можно где-то здесь отыскать? У меня два предположения. Либо он где-то тут рядышком вокруг этого есть. Где-нибудь вот в этих кустах, да? Вокруг лагеря. Либо она где-то супердалеко. Это если брать в расчет, в принципе, то, что он вообще существует, этот мини-квест. Найти эту штуку. Что это не было полноценным квестом. Типа, отыщи игрушку. Но это может быть какой-нибудь этой мини-квестом. В кустах вроде говорила, да? Но в ближайших кустах я ничего не вижу вроде. Окей. Может быть, буду гулять по миру. Найду. Вообще, знаете, я бы просто на вовхеде набрал название этой игрушки. Если она называется так же, как она говорит. Монарх. Похоже на пирата. Просто надо, чтобы убедиться, существует ли она в принципе. То есть, имеет ли смысл ее искать. А, может, наверное, через ребят, когда загугли, да? То есть, если кто-то ее реально находил, то они про это напишут. Ну, ладно, может быть, где-нибудь сама покладется. Но звучит реально как квест. Причем, знаете, это квест, который нам дадут, когда мы найдем уже игрушку, а не наоборот. Блин, интересно, каждый куст буду заглядывать. И тут, челеса, тут гонка. Вообще, блайнд, с отдельным гонку бы, наверное, сходил сначала. Давайте я начну лучше семью. Где-то она сверху. Примерно где-то выше чуть-чуть. Вот она. Давайте полетаем. Так, приветствую. Здесь все начинается маршрут лазурный слалом. Он проведет тебя по густым листам, скалистым горам и древним руинам. Бываешься пытать тебя? Да благословлят твой путь аспект. Сразу туда, там какой-то байки. Этот с корялком. Но мы на нее не видел все, блин. А слишком далеко. А где моя энергия? Я взлетел? Серьезно? Просто пробел вначале лежал. Ну, опять же, блин, потому что двойной пробел. И туда лечу. Не увидел это заворота. Агмент камеры на сегодня давить, чтобы ездить лучше. Слишком близко она стояла. Так, плохо пролетел, но ладно. Или там сверху была? Мне кажется, вот сверху ту можно было забрать. она хорошо так лежала. Не поздно увидел. И через деревья сложновато лететь. Особенно... Ага. Окей, нормально вроде. Давайте вот это возьмем, вроде. Он взялся ближе немножко. Нам сейчас назад... Ой, деревья спокойно. А, он тут был. У меня еще один есть. Не знаю, сколько там еще нам лететь. убираем. Еще один у нас походу уже назад выйдет. Да, ускорится такая. Сколько там? Мне кажется... О, бронз. Да, реально очень плохо пролетел. Золото 58. Давайте еще раз. Да не знаю, у меня вначале зафейлилось, что я почему-то потратил одну энергию куда-то. Хотя просто прыгнул. Да, я снова взлетел. Ну, блин. Ну, круто. Ну, блин, это опять же из-за того, что вы на пробел гребаных взлет. Понял. Ну, ладно, короче, еще раз. Двойной отчет будет? Да. Ладно, наверное, плевать на двойной отчета, но потому что здесь... Да, это лучший панк. Таких, чтобы лишних взлетов не было. И отначально надо побольше поднажимать, потому что отначально ничего не ведет. Еще некий наличит. Развороты, кстати, очень резкие такие. Прямо раньше, по-моему, таких не встречал. И ту энергию, которая там полетела у нас предалеком здесь, чтобы взять, ее, мне кажется, лучше не брать. Так, здесь по прямой. А, вот эту, мне кажется, хотя, я знаю, выглядит плохо, если честно. Только что ее я тоже не особо хочу брать. Вот эту что ли я брал в прошлый раз? Блин, тут не хватает. А, я очень долго отлетаю. А, плохо. Мне кажется, опять не сплю. У меня энергии есть? Надо было тратить, потому что сейчас будет очень много энергии, да. Надо было тратить там. нет, золото. блин, кстати, 57-198. Там, чуть-чуть-чуть-чуть, и я бы уже не успел. Все, получается, где последний? Последний далеко. Гонка. Не будем ее выполнять. Так, уберем эту штуку отсюда. Так, ну и давайте крестоделки, которые нам давали. Давали очень много всего. Так, начнем отсюда. Что у нас здесь? Медведи. Зурпоны. что это за квест? Соберите мясо воркви. А, это припасы собираем, которые до нас не дошли. Я думаю, это все равно дворфы, те самые лосиные бока. Так, собираем лосиный бок и воркви, да? Да, воркви. Очень-очень много. Пока что с каждого падает. Вон, приятно. Второй этот. Урон. Что-то зелененькое. Щит. У меня такой есть. А, давайте почему бы и нет. Но мне один нужен, да? Давайте тогда одного этого чувака, одного этого. одного этого. Вот пять подтянуться бы. Другие не сагрились? О, сагрились, хорошо. Так, я надеюсь, они не будут на меня дезориентации кидать. Потому что это единственное, что у меня три скил убивает. Так, вот так вот. все, готово. Три и шесть. И хватает еще двух? Давайте вот этих. Конечно, их трое, но давайте. Так, отходится еще чуть-чуть. уехать, но конечно обманет этих чуваков. Зато золотал быстренько. Так, все, готово. Эти чуваки собраны. Летучие леса поехали к ней. Так, где она у нас тут? Обитает. А зараженные как раз кинеса, да, была? А, из-за нее нам дадут этого питомца. Блин, что они летят? Почему? Я не хочу тратить эту. Вот, взлетел. Почему сразу нельзя платить? Она, кстати, обычная, не элитная. Ну ладно. А почему я подумал, что она не одетная? Она вроде не плавит. Левок из скишок. Нет, мне тут плевать, и эту что-то тоже не надо. То есть, не надо. Так, а мне что, барты кончатся? Сейчас малую ранку не пошло. Все, убили. Так, хорошо, это сделали, то есть, сделали, соберите фрукты. Хотя эти фрукты собирать. Здесь у них мой карет усилия? Блин, не видно. Почему? Куда я взлетел, то что видно, перестал быть. Я хотел поразглядывать красивые виды. Тут бац, все отобрали. Так, а здесь еще какой-то квест пересекается. Какой второй квест? А, медвежьи шкуры. Ну, хорошо, ягоды и шкуры. Вижу медведя, рядом с ним ягоды, да? Да, растения. Соберите. Сейчас соберем. Сейчас после медведя. Видите. Он не дал шкуру? Медвежьи, да, не дал. Жадина. Видимо, надолго. Раз тут не с каждым падает. Че? Ягоды бронзового рога. Бронзовый рог можно высушить и положить в пакетик. Отличная закуска на все случаи жизни. Кстати, не я нажал, чтобы прочитать, она сама, почувствовала, не подборолась автоматически. Вот там два медведя. Сейчас я придем к ним. Можно еще с собой парочку захватить. У меня в принципе открошились для билки. Да, первая, вторая, да, все открошились. У меня зонные действия, да? А, далеко, потому что я думаю не попадаю. Молодой, а, молодой еще есть. Давайте так вот. Так вот. Так вот. Этого сюда и тебя сюда. Давайте мне линейки сюда. Давайте вся кучка кучка. Раз, два, три, четыре, филинса. Добиваем. Что, а, и сальто. А, шкуры две? Так мало? Раз, два, три, четыре, пять, две, не было, да? Можно пока пособирать траву, подождать кд обилок, сколько там минутные, да? А не кд, чтобы потом еще раз так же сделать. Потому что что-то мне не нравится своих шансов дропа с медведей, то есть сколько я в суммарно шесть медведей убил, два полутал, пока что где-то третий, да? 33% шансов. По-моему, маленький, Или, может быть, с мелких намного меньше шансов. А, другая трава, давайте ее тоже прочитаем. Кровавые ягоды, изумительный вкус от текстура и звук, когда ягода лопается, поэтому лучше держите ее подальше от одежды. Так, тут медведи уже пошли. Мне бы найти какую-нибудь огромную стаю медведей. Я могу захватить этого. Там еще что-то было, пропустил. А, это обычные цветы. Да, это витая. Витая кора тихо. Сколько там? 200 голды, по-моему, стоит. Витую кору собираем. Четыре штуки. Обилки-почередка дальше. Давайте соберем толпу попробуем. блин, я прыжок только. А, наоборот, кд, потому что будем, потратил. А, нет, не надо меня замедлять. Я хочу. Так, рабочих, давай, 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 Доставай уже. Опа. Так, берем обоих. Можно еще куда-нибудь прыгнуть. Мне кажется, сейчас отагрится. Можно от этого захватить. А, то-то да, ну, блин, они отагриваются. Слишком далеко. А, блин, а как вы отагривались? То есть, серьезно, то есть, я были рядом с вами, можно сказать, у меня не по времени отагриваются. Кстати, не знаю, по времени отагриваются вообще кто-то. Ну, ну, а уехали, уехали. Мне казалось, так можно. Мне так, 100% можно делать. Я так делал уже не раз. Надел в других аддонах. Вот вылетел в этом, как он называется, в Dragonflight еще не делал так. давайте вообще собирать еще. У меня проценты не тикают. Знаете, я, наверное, сам уже летаю, оставшись имедлений. Да нет, я даже делал так в Dragonflight, я помню, в этих убивал, да. А цветы в равнинах? Для одного там квеста. Собирал огромную толпу по всей локации в центре. Ну, в центре, наверное, из-за этого, может, они не отагривались? Ну, как минимум, они не по времени отагривались. В смысле, они вообще не отагривались. И по времени никак. Здесь я не знаю, что они прям побежали обратно. Блин, очень мало процентов. Блин, противник, если честно. Очень много лутать, очень много убить надо. Хотя, медведи уже не так много осталось. от лутать как бы 50% еще. Это дохрена. 40, 51. Ну, он золотает. Короче, 58, 4,7 шкуры, остальное я сам золотаю. Все, цель достигнут. Медведи побеждены, травы собраны, возвращаемся. И сдаем сразу все квесты, получается, да? Что мы все делали по итогу. Вроде нам больше тут ничего не предлагали. Те, если бы не рядышком. Эй, воги, можно спросить? Это уже было. Чего ты хочешь? Так, не могу чешить Шакари. Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь. Я не могу растить всех детенышей Шакари сразу. Возьми одного, позаботимся. Позаботимся о них, чтобы все было не зря. Воспитайся в его как следует. Тяфер, берем тяфера. Пусти духи. Шестая известность у нас открылась. А вы получили яркий Калери, ва? Что за Калери? Откуда взялся? Стой, кто там был? Калери, как там? металлита там пирог какой-то было да что это такой золотой или короче незначим там чем дампера была на картинке не знаю что это откуда и давайте призовем штуку почему-то в воздухе спустился на землю вот такая маленькая лисичка а у него еще кстати поистал серебро на еще есть она вон еще прыгать сушь-то дручок даже не видел ученый за известность далее на коне экспедиции плода что мы есть закопанный сокровищ о мы можем лопату кстати но это кстати раньше было а теперь нам наставить скалолазы о скалолазы кайф жаль смысл у них особо теперь нет можете подниматься на скалы драконных островов все начать будем кстати может сходим ускоролазим он придет здесь был этот чел а вот эта рыба на изобилие а вероятность поймать зловещие раковины 125 процентов и обнаружить косяк редкой рыбы можно ставить сети сети кстати в этих были на и тут вот к с появился краски воде да вот это лагерь экспедиции здесь появился блин уже оттуда ушли как бы время варить ага потрясающе это остренькая а это напоминает земляной корень я же чувствую вкус сладкой медовухи спасибо тебя подруженька спасла нас с ребятами от очень от очередного унылого вечера ах на домашнюю медовуху совсем не похоже не могу дождаться медовуха мне сейчас не помешает и как это нам сейчас поможет большой кинул кричит все сумм готов на льта его это чел который находится вот здесь это он отсюда кричит и мы его слышим ни хрена на всю локацию кричит нормально так так что у нас тут было а тут надо эти припасы были принести и шкура медведей так завтра под угрозой удалось добыть и мясо ворквинов или зубранов зубронов отлично я уже собралась кормить народ жареными башмаками благодарю тебя они благодаря валда я могу а благодаря тебе но не благодаря валда я могу накормить их голодных путешественников случайно не ищешь работу мне тут кажется вакансия появилась зарплаты небольшая но можешь забрать себе поику валда нет ну попробовать стоило наверх холоднее ты что уже вернулась прости я слишком могли пласть игрой в карты и принесла шкуры а они замечательные такие роскошные и мягкие только валда нет чтобы их обработать еще увидимся а еще кости появилась нанерит она их тоже сделаем чай целом тут все на самом деле ну ладно как водопадов